Всем привет и сегодня мы сделаем очень простую и одновременно очень интересную подделку. Каждый из вас может ее дома повторить. Это будет лодка на зубной пасте, на обычной зубной пасте. То есть вместо электродвигателя мы будем использовать зубную пасту. Для примера я беру картон длиной 100 мм и шириной 70 мм. В принципе было бы неплохо взять бумажную бутылку от молока или от какого-то сока. Она впоследствии не так быстро или вообще не будет раскисать в воде. Затем в этом месте отмечаем 40 мм, посредине я уже отметил 35 мм. И вот эти две точки соединяю. Не нужно отрезать, нужно просто загнуть. Затем взять, отступить 5 мм и отрезать. И собственно то же самое делаем с обратной стороны. Аккуратно здесь подгибаю и это будет носовая часть по форме типа как у корабля. Затем в противоположной части, то есть на корме, делаю такой надрез. Отступаю по 5 мм в обе стороны. Отмечаю 10 мм и делаю на расстоянии 10 мм вот такой разрез. Подгибаю вот эти части вверх. Здесь будет устанавливаться зубная паста. Затем делаю еще один надрез на 5 мм. И теперь подгибаю вот эти уголки внутрь. То есть как бы туда вниз. Это будет под водой. Пришло время добавить зубной пасты. Вот сюда ее немного добавляем. Таким образом, чтобы она потом была ниже уровня ватерлинии. И чтобы она касалась воды необходима. Зубная паста начинает расширяться. Не сразу, а так секунд. То есть это не ускоренное видео. Как видите, вот потихоньку корабль начинает плыть. Зубная паста начинает расширяться. Так, теперь я да, ускорил здесь видео где-то в 2 раза. Вот. И понятное дело, чем больше таких моторов, можно здесь и 2 вместить. Тем быстрее будет идти лодка. Затем я взял и создал такой небольшой проект. Собственно, лодку с 3-мя моторами. И получается, что скоростью лодки можно управлять следующим образом. То есть мы делаем, во-первых, любое количество моторов. Это может быть с картона. Может быть с прорезиненного картона. Это может быть, ну, наверное, самое лучшее. Да, взять от сока бутылку бумажную, разрезать ее. И вот подогнуть в нужных местах. И у нас получится один из лучших вариантов этого кораблика. То есть однозначно это будет один из простейших вариантов этого корабля. Также, помимо количества, мы можем регулировать скорость и величиной вот этого объема касания пасты воды. То есть вот этот сзади проем, он может быть большой, а может быть маленький. Продолжение следует... И пришло время добавить топливо в пластиковую лодку и испытать ее. Здесь все как в реальной машине или в реальной лодке. То есть чем больше топлива, тем дольше проплывем. Чем больше параллельно будет двигатель работать, тем будет больше мощность, тем будет больше скорость. Чем больше параллельно будет двигаться. 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 Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. До новых встреч!